Какие гендерные двойные стандарты вы ненавидите больше всего? Моя жена может быть ласковой с нашими мальчиками на публике, но если я делаю то же самое с нашей дочерью, я получаю странные взгляды. Однако мне нравится, что теперь нормально держать за руку моего 8-летнего сына, но не мою 12-летнюю дочь. Когда только в женском туалете есть станция для смены подгузников, нам, папам, тоже нужно переодевать детей, и пол мужского туалета не самое лучшее место. В Австралии у них есть целая отдельная зона, называемая родительскими комнатами. В них обычно есть туалет для взрослого и ребенка в одной кабинке. В хороших туалетах даже есть игровая площадка для детей и место для кормления грудью. Для женщин, что при перепадах настроения почти всегда слишком быстро предполагается, что у нее месячная или беременность. Для мужчин, что они слабые, когда плачут, потому что это не так, плакать это нормально. Самый частый стереотип, с которым я сталкиваюсь, успех женщины это заслуга ее близкого мужчины, бойфренда, мужа, отца, брата, родственника. Определение женщины через мужчину – жена такого-то. Второе, что для женщины важны семейные и любовные вопросы, а если это не так, то заметен упрек. Меня просто бесит, что от мужчин ожидают, что они будут инициировать все, рассматривать все, всегда делать первый шаг. Иногда мне хочется, чтобы меня спросили, как прошел мой день. Меня очень бесит все, к чему любят добавить «ты же девочка». Например, что нельзя лазить по деревьям или что надо уметь готовить. Был случай, когда знакомый просил мою соседку пришить ему пуговицу. А на ее «я не умею» ответил «ты же женщина, ты все равно лучше меня это сделаешь». Еще бесит, когда списывают какие-то реакции на гормоны, женскую логику, женское предназначение. Отдельная боль, распространенное заблуждение о том, что женщины не умеют обращаться с техникой. Как-то звонила в сервис по ремонту самокатов, чтобы заменить колесо. Девушка на том конце ответила «а вы можете позвать кого-то из мужчин, чтобы он поговорил с нашими специалистами?» Как мужчина, я хотел бы иметь возможность нянчиться с детьми или даже говорить кому-то, какой милый у него ребенок. Не опасаюсь, что люди сочтут меня чудаком. У меня трое детей. Дети – это бомба. Я бы хотел открыть детский сад и обеспечить безопасную среду для детей. Но обществу со стороны покажется это странным. Тебе скучно и не знаешь, что посмотреть? Заходи на Бусти. Там ты найдешь больше 40 видосов на темы, которые никогда не увидишь на Ютубе. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и убедись в этом сам. Работала в детском саду. Если нанимали мужчин, их пускали только в комнату для детей школьного возраста. Потому что это была единственная комната, где 100% не было детей в подгузниках. Это просто ужасно. Мой двоюродный брат работает в детском саду. Он большой чувак с длинным конским хвостом и бородой. Дети его обожают. Они залезают на него как на дерево. Он – великан детского сада. Некоторые родители относятся к этому странно. Но большинство рады, что у них работает мужчина, потому что это такая редкость. Что женщина в возрасте должна одеваться соответствующе своему возрасту. Если носит мини-юбки и модные кеды, то не потому, что ей так хочется, а потому, что хочет выглядеть моложе. Идея о том, что мужчины не могут быть исцелованы, подвергаться кексуальным домогательствам или нападениям. Я думаю, что в последние несколько лет ситуация стала немного лучше, особенно после движения, направленного на решение этой проблемы. Но в этом все еще имеются некоторые трудности. Я помню, как меня взбесили учебные видеоролики по кексуальному насилию и домогательствам в моем колледже. В каждом ролике виновниками были одни мужчины, и не было показано ни одного случая насилия над мужчинами. Женщины также могут быть жестокими. Обычно это не так опасно для жизни и не так сразу физически опасно из-за основных биологических факторов силы и размера. Но это не значит, что об этом не следует говорить и что это не опасно и не вредно. Я действительно считаю, что больший акцент следует делать на насилии в отношении женщин, поскольку оно более распространено, систематично и непосредственно угрожает жизни жертв. Но это не значит, что мы должны просто игнорировать обратную сторону и вести себя так, будто этого буквально никогда не происходит. Мне 25 лет. За это время было 4 случая не по обоюдному согласию, под сильным давлением, когда было очень трудно сказать нет. Либо из-за неуравновешенного опьянения, либо из-за назойливых очень интенсивных свиданий, которые пошли не по плану. Очевидно, я не буду вдаваться в подробности, но из-за этого я не решаюсь открыться физически. Хуже всего, что это не считается домогательством, пока я не назову это так. Больше всего раздражает стереотип, будто женщины за всю историю так мало создали в науке и искусстве, потому что они от природы глупы, не склонны к аналитическому мышлению и прочими мужскими качествами не обладают. То, что женщинам позволили учиться только вчера, работать на серьезных должностях позволили утром, а сегодня банально мешают работать и учиться, обыватель почему-то не учитывает. Причем всю историю женщины доказывали, что они не хуже мужчин, справляются со сложными задачами. Но история не про женщины общества, как только минует кризис, сразу же забывает об этом. И снова звучит пошлое «женщина-хранительница очага и место ее на кухне». Я уверен, что если мы исключим влияние среды, стереотипов, поп-культуры на человека, то окажется, что отличаемся мы только половыми признаками. Готовка. Люди все еще смотрят на меня странно, когда я, будучи мужчиной, говорю им, что готовлю дома. Кажется, люди все еще придерживаются мнения, что женщины готовят дома. Но мир изысканных кухонь – это мир мужчин. Я никогда этого не пойму. Это странный двойной стандарт. В детстве все готовил мой отец, а сейчас все наши ужины готовит мой муж. Я мою посуду слежу за тем, чтобы на кухне было достаточно чисто для приготовления пищи и делаю комплименты повару. Больше всего меня бесит, что, когда говорят о женщинах, везде есть слово «должна». Мужик, он просто сильный, а женщина должна быть сильной, потом должна быть слабой, потом должна быть матерью. Алло, я должна тем, у кого занимала и своему ребенку до 18. Остальное добровольно. Вот этот принцип словесного рабства бесит, бесит и еще раз бесит. Всем наплевать, когда мужчина подвергается кексуальному насилию, независимо от пола нападавшего. Я знал очень много парней, включая меня, над которыми просто смеялись, когда они пытались кому-то рассказать. Я не скажу, что меня бесят какие-либо стереотипы, так как в целом мне все равно, что и как думают другие люди. Особенно, когда речь идет про стереотипы. А вообще, можно выделить много стереотипов о женской части населения. Первое. Должна готовить, стирать, убирать, мыть полы и так далее. Второе. Всегда слабее мужчины. Я сейчас не про физическую составляющую. Третье. Любая нормальная женщина должна родить до 25-30 лет. Четвертое. Продвинуться по карьерной лестнице до высоких постов она смогла только через постель. Но это наиболее основные, которые я лично слышу чаще всего. Хотя сейчас еще все больше набирает популярность то, что девушка должна инвестировать в красоту и тело, а не в образование и ум. Конечно, именно этот стереотип сейчас напоказ. Но я все же знаю и верю, что большая часть женской части все же больше вкладывает в образование. При этом многие зачастую совмещают красоту и ум, что очень круто, как мне кажется. Этот вопрос больше относится к культуре и основан на моем собственном опыте. Если девочка пытается выполнять традиционно мужские обязанности, это считается ее работой. Если мальчик пытается выполнять традиционно женские обязанности, его хвалят. Моя мама только вчера похвалила одного из моих друзей-парней за то, что он сложил полотенце после того, как им воспользовался. А все друзья нашей семьи пришли в восторг от того, что другой мой друг, парень, нарезал фасоль для своей мамы, чтобы потом приготовить. Тем временем мы с сестрой провели все выходные, чистили бассейн, мыли машину, собирали мебель, стригли газон и так далее. И ничего не услышали. Мой хороший приятель носит джинсы и толстовку каждый день, но какой-то придурок сказал мне, что я не могу делать то же самое, как девушка, потому что мы должны одеваться красиво. Это какая-то херня. Женщина красится, чтобы привлечь внимание мужчины. Это страшная ложь, иначе все женщины бы красились плюс-минус одинаково. Красится женщина в первую очередь для себя, для поднятия настроения, да и просто потому, что сегодня проснулась чуть раньше и есть время добавить чего-то в образ. Однажды в торговом центре люди провели эксперимент по кексуальным домогательствам. Когда мужчина домогался женщине, потребовалось менее 10 секунд, чтобы кто-то подошел и помог ей. Когда женщина домогалась до мужчины, никто не помог ему. В течение двух часов в торговом центре, заполненном людьми, никто не помог парню. Люди даже говорили, что он сумасшедший, раз не хочет, чтобы к нему приставали. Но равенство, верно? Буквально все стереотипы о женском поле, как и о мужском, вызывают непонимание и раздражение. Женщина должна готовить еду, стирать, убирать, рожать детей, выходить замуж, всегда быть красивой, гладко выбритой, похожей на куклу и слушаться мужа. Нет, она ничего никому не должна. Женщина в первую очередь человек и имеет абсолютно идентичные мужскому полу права. Я вообще не люблю гендерные стереотипы. От того, какие у человека гениталии и набор хромосом, он не становится кому-то чем-то обязанным. Я не могу оставаться один рядом с детьми, чтобы со мной не обращались как с чудовищем. Кто-то вызвал на меня полицию, потому что в прошлом году я взял свою племянницу на пляж. Если у мужчин есть волосы, то это нормально. Но если женщина не бреется, это отвратительно и негигиенично. Однажды я не брила подмышки несколько дней, и моя мама увидела и сказала, что это отвратительно, и что я должна немедленно побриться. Когда я указала на то, что большинство мужчин не бреют подмышки и что это нормально, она взбесилась еще больше, сказав, что у мужчин все по-другому. Будучи отцом, я хочу отметить, что почти ни в одной детской книге нет персонажа отца, а если есть, то он обычно некомпетентен или разыгрывается ради смеха. В подавляющем большинстве детских книг, где главным героем является один из родителей, это мама. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из 10 слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. А также напоминаю про наш бусте. Там вы найдете дополнительный контент без цензуры на более чем 6 часов беспрерывного просмотра. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии и оформляйте подписку. На этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok